здравствуйте дорогие друзья вы смотрите пятый выпуск дайджеста новостей аватар технологий все самое интересное за последние семь дней мы собрали для вас в одном видео ученые из медицинского университета вены успешно использовали инновационную технику под названием бионическая реконструкция для восстановления функциональности конечности у трех пациентов трое мужчин из австрии полностью лишившиеся возможности управлять руками из-за повреждения нервов первыми в мире смогли воспользоваться бионической реконструкцией новой технологии сочетающей частичную пересадку нервов и мышц добровольную ампутацию и установление роботизированной руки протеза после комплексной реабилитации данная техника позволила восстановить функции рук до высокого уровня у всех трех пациентов улучшив качество их жизни ученые задействовали 3d принтер для восстановления нервов методика разработанная биоинженерами из университета шеффилда подразумевает использование системы автоматизированного проектирования изготовления финального продукта при помощи 3d печати для изготовления устройства разработчики используют полиэтиленгликоль который уже одобрен для клинического использования и подходит для работы с технологией 3d печати устройство представляет собой каркас из крошечных трубок который соединяет концы поврежденных нервных волокон прорастая по каркасу нервная ткань естественным образом восстанавливает поврежденное соединение грызуны у которых разрыв между нервными окончаниями составлял 3 миллиметра с помощью данной методики восстановили нервное волокно всего за 21 день итальянский нейрохирург серджио канавера на днях заявил что трансплантация всего человеческого тела станет возможной уже через два года ученые утверждает что наука уже готова к операциям такого уровня суть технологии канавера изложил в онлайн журнале surgical neurology international донорское тело и голова пациента будут охлаждены чтобы клетки живых тканей не погибли во время трансплантации затем ткань вокруг шеи растекут скальпелем кровеносные сосуды соединят трубками а рассеченный спиной мозг пациента и донорского тела склеят с помощью полиэтиленгликоля проснувшись пациент сможет двигаться чувствовать мышцы лица и даже разговаривать канавера уверен что эта операция станет прорывом в лечении смертельных болезней однако нейрохирурги до сих пор не знают как соединить спиной мозг с нервными окончаниями чтобы организм начал воспринимать тело и новую голову как единое целое это не первое громкое обещание канавера будем ждать результатов беспилотный летательный аппарат brain flight управляемой силой мысли разработала португальская компания тековер для управления беспилотником используется шлем с электродами измеряющий активность мозга оператора человек представляет себе нужные движения беспилотника а специальная программа превращает сигналы мозга в понятный аппарату команды наш подход позволит управлять самолетами с такой же простотой как люди ходят и бегают в результате нагрузка на профессиональных пилотов снизится а многие инвалиды смогут освоить эту профессию сообщается в пресс-ревизе инженер пенсионер свободное время у себя дома собрал прототип робота скрипача этот робот не похож на металлическое человекоподобное существо скорее перед нами машина способная переводить миди файлы связанные между собой действия по извлечению звуков и закрепленный в сложном механизме скрипки результаты работы инженера впечатляют в мире роботов у робо вряд ли найдутся достойные конкуренты и в качестве бонуса посмотрите видео в котором слепой мужчина с помощью бионического протеза зрения впервые за 10 лет смог увидеть свою жену 68-летний аленс дерет смог снова начать видеть благодаря имплантату секонд сайт который позволяет обходить поврежденную сетчатку и посылать светоотражающие сигналы напрямую в зрительный нерв у пациента имеется электронный чип балансирована в его правый глаз который работает вместе с уникальным девайсом вмонтированном специальные очки прибор позволяет даже при полной слепоте различать формы предметов свет и движения с дэра стал 115 по счету американским жителям получившим подобный имплантат на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем обзор новостей за последние семь дней подписывайтесь на наш канал делитесь комментариями находите нас в социальных сетях и до новых встреч